Ну что, продолжаем нашу видеосерию про оборудование для стрельбы в тире, особенно в открытом, и также теоретически для проекта траектории, о котором будет рассказано в отдельном видео. Ну, пойдем справа налево или слева направо? Наверное, все-таки лучше идти не налево, лучше идти направо, правильно? Ну, то есть, желательно видеть мишень, соответственно, вам нужны какие-нибудь либо бинокль, либо монокль, либо что-то такое, что позволяет увидеть, что будет между вами и мишенью, саму мишень, и обязательно, что было за мишенью, потому что, не забывайте, недостаточно видеть только саму мишень, нужно знать то, что за ней находится. Потому что, если случайно промахнешься, то пуль куда-то должна лететь в безопасном направлении. Соответственно, оптика. Это часть оптики. Вторая деталька. Знать, на каком расстоянии от вас мишень. Это очень полезно для охоты. Это очень полезно для стрельбы по мишени, до которой вы не знаете, какая там дистанция. И вот у нас, соответственно, простейший 70-долларовый определитель дистанции. Дальномерный, наверное, лазерный называется. Батарейка я у него уже вставил. И про него будет отдельное видео. Ну и самая последняя вещь, это линейка. Чтобы была у вас возможность мерить, насколько хорошо вы попадаете. Если вы стреляете по бумажным мишеням, то пытайтесь собрать группы. Потому что есть же такое понятие, что 1 дюйм на 100 ярдов, не метров, а именно ярдов, это 1 минута. Ну и соответственно, на 200 это будет 2, на 303. Это вот так называемая минута. Пол дюйма. Это полминуты. То есть линейка очень полезна. Может быть не такая большая. Потому что это всякие большевая линейка, что-нибудь помельче. Или эту в конце концов разрубить пополам. Потому что таких линейок у меня целый пакет. Ну вот, как говорится, что знать, куда стрелять, как далеко. И это все позволяет еще настраивать остальную оптику. Оптические прицелы и так далее. Чтобы знать, какие там настройки нужно вести или поправки. Вот такое очень краткое видео. Буквально на несколько минут. И на этом мы и стоим. Краткие, смутные, водяные видео. До следующего видео.